Девушки отдыхают Генеральный партнер проекта – Чебоксарская вода Горязь и Лечебница, санаторий Чувашия Курорт. Сегодня же вас ждет море полезных советов от самих участниц и их наставников. Как думаете, о чем грезит наша участница? О куске любимого торта? О жирном куске мяса с майонезом? Как бы не так, оказалось, что наши девочки мечтают о годовом абонементе в уже полюбившийся клуб легкого женского фитнеса. Музыка Со стороны кажется, что Мария просто раскачивается из стороны в сторону. Но это далеко не так. При правильном выполнении упражнения великолепно подтягиваются прямые мышцы пресса. Что примечательно, нагрузки на поясницу при этом удается избежать. А это еще один полюбившийся Марии тренажер. Многие путают его с велотренажером. В отличие от него, у эллиптического тренажера более широкий спектр возможностей. Это и беговая дорожка, и степпер, и велотренажер. Калории сжигаются на ура! Первоначально, первый день, я подумала, что эффекта будет никакого. Но в итоге, со второго и последующие дни, мне очень понравилось. Я уже вижу на себе небольшие изменения, что на мне стали болтаться некоторые вещи. В перерывах между силовыми и кардио-тренировками девушки делают талию на роликовом массажере и виброплатформе. Благодаря таким ленивым тренировкам Маша похудела на 2 килограмма. В самом начале проекта еще говорила, что победа не важна. Важно участие, во-первых. А во-вторых, для себя измениться внешне, внутренне, найти новых знакомых, что и получилось. А победа, ну будет-будет, нет, тоже не расстроюсь. Во-первых, самое главное, проект мне дам положительных эмоций. Это большой плюс. Во-вторых, возможность посещать такие полезные для моего организма занятия, как в Тонус-студии. Тренировки в Тонус-студии не только полезные, но и приятные. После силовых упражнений Мария отправилась на массаж. Надо каждую, каждую часть тела хорошо пронять, чтобы эффект был максимальный и очень быстрый. Думаю, что не больно. Как? Замечательно. Благодаря особой технике массажа удается переработать глубокие слои кожи, разбивая мышечную массу. Чтобы сделать процедуру максимально приятной и эффективной, ее проводят в слиной комнате. Завтра может быть реакция. Как обычно мне говорят, не трогаешь – не болит. Маша тем временем заглянула в кабинет косметолога. Я тебе сейчас наношу скраб, отшелушиваю кожу лица. Данный скраб, он идет из серии СПА. СПА-скраб отличается от других скрабов тем, что он содержит большое количество макроэлементов, он очень сильный. У Маши комбинированный тип кожи – сухие щечки и жирная Т-зона. В то же время кожа девушки очень светлая, а значит чувствительная. Поэтому очищать ее решили с помощью щадящих средств. После очищения – увлажняющая маска из природных компонентов. А в завершении процедуры – омолаживающий массаж. Во время нанесения скраба и после у меня был небольшой дискомфорт в области крыльев носа. Чуть-чуть покалывания было и щипало. Потом, когда мы смыли скраб и нанесли маску увлажняющую, это ощущение исчезло. Стало приятно. Немного отдохнули – можно и потрудиться. Хотя можно ли назвать танцы работой? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, подставка. Ритмичный танец под лирическую музыку зародился в Доминиканской республике в начале прошлого века. А сейчас бачату танцуют во всех странах мира. Для девчонок это вторая тренировка. Если на первой они не успевали за тренером и путались в ногах, то сегодняшний танец можно оценить на твердую четверку. Подставка. Одна моя пышнотелая знакомая, начитавшись интернет-форумов, решила худеть, придерживаясь принципов рационального питания. На завтрак она ест яичницу с беконом, закусывая шоколадной плиткой. На обед мясные деликатесы, а ужинает овощным салатиком с лимонным соком. И вроде бы все правильно – жиры на завтрак, белки на обед, углеводы на ужин. Но как-то не худеет. Мы решили спросить нашего эксперта-диетолога, что она думает о таких принципах рационального питания. Наш организм в состоянии переваривать пищевые продукты или блюда, которые содержат разные компоненты – белки, жиры и углеводы. Поджелудочная железа во время питания выделяет сок, который содержит ферменты для переваривания всех этих компонентов пищи. И на самом деле раздельное питание не несет под собой какой-то научной основы. Вы практически не найдете продуктов или готовых блюд, где только белок или только углевод или только жир. Таких продуктов практически нет. И у нас по-любому получается, что еда содержит все основные нутриенты. Одним из самых правильных сочетаний считается цельнозерновой хлеб с молоком. Не зря у нас на Руси в старые времена именно так и питались. Потому что именно в таком соотношении очень хорошо усваиваются витамины группы B из хлеба и белок из молока. И все-таки есть ли какие-то продукты, сочетать которые между собой не стоит? Не советуют есть после сытного обеда, например, фрукты, потому что может возникнуть газообразование. Бывает, что иногда люди не переносят молоко, но это тоже связано с индивидуальными особенностями недостатка фермента лактазы. Некоторые люди плохо переносят бобовые продукты. Если у человека нет каких-то проблем с секрецией сока поджелудочной железы и с недостаточностью ферментов поджелудочной железы, то в принципе человек может питаться, как он привык и как ему нравится, как ему комфортно. Достичь гармонии со своим телом и отдохнуть физически можно благодаря новому направлению в фитнесе. Йога Латас объединил в себе лучшие техники йоги и пилатеса. Ощутить на себе чудодейственные свойства новой практики решила и я. Йога Латас – это удивительный синтез двух высокоэффективных систем – йоги и пилатеса. Йога направлена в первую очередь на физическое и духовное совершенствование. Основная цель пилатеса – обретение стройной потянутой фигуры и в то же время расслабление и отдых. Объединив в себе лучшие из двух систем, йога Латас включает в себя плавные мягкие движения, делает акцент на дыхании, расслаблении и положительных эмоциях. Сгибаем ножки в коленных суставах, слегка округляемся, подбородочек груди и позвонок за позвонком, мы опускаемся вниз, медленно, не торопясь, не нарушая дыхание. Пальцы рук слегка коснулись пола, задержались и дальше уходим на ладошки. Начиная с правой ноги делаем выпады назад. Шаг, шаг, вытянулись за макушечкой, раскрыли плечи, ощутили планку, раскачиваемся, выдох, сгибаем ножки и на выдохе возвращаемся обратно. Калиночки не касаются пола и старайтесь бедро не опускать ниже исходной линии. Уходя назад, мы возвращаемся с правой ножки. Внимание, правая нога, шаг в сторону. Бедро вниз, вытяжение за макушечкой. Еще раз, правая ножка назад, вдох, левая нога, выдох. Старайтесь ставить стопу полностью на пол, пяточка, носочек на пол, вытяжение за макушкой, сохраняем еще раз, вдох. И на выдохе правая нога, вытянулись. Правое плечо упирается в колено, поднимаем левую руку вверх. Проводите взглядом левую руку. Потянитесь за макушкой, опустите бедро чуть-чуть пониже и направьте левую руку на линию поясницы назад. Пробуем правой рукой снизу дотянуться до левой ручки. Здесь очень важно не нарушать дыхание. Делайте вдох носом и выдох через рот. Если у вас замочек не получается, оставляем предыдущий вариант вот такой. Ладошка на пол, вдох, вытягиваемся и на выдохе ножки меняем. Назад, левая стопа как можно ближе к левой ладошке. Плечо упирается в колено, правую руку мы подняли вверх. Проследили за линией грудного отдела, раскрыли ее. Макушечкой вытянулись. Пробуем сделать замочек здесь. Правая рука на поясничку. Хорошо. Левая рука снизу. Замочек получился. Отлично. Смотрим вверх. Раскрыли грудную клетку. Вытянуться за макушкой. Раскрыли ручки. Хорошо. Вернулись. Ладошкой на пол. За макушечкой. И назад. Шагаем ножками обратно. Желательно с пяточки на носочек. Идем, идем, идем. Ножки выпрямили до конца. Шею расслабляем. Макушкой тянемся к полу. Постарайтесь коленочки выпрямить. Выпрямить, выпрямить. И уже с прямыми ногами, насколько смогли, настолько и прижались. Позвонок за позвонком. На вдохе мы растем. Вдох. И выдох. Возврат. В исходное положение. Тяжело. Для следующего комплекса нам с вами понадобятся фитболы. Такие большие мячики. Ножки ставим вместе. Мячик держим руками. Правую ножку поднимаем вверх. Отводим колено в сторону. И упираемся стопой во внутреннюю поверхность опорной ножки. В этом положении уже балансируем. Мышцы равновесия. Небольшой наклон в правую сторону. Дадут нам больше ощущений работы корпуса. Задержитесь здесь. Опять же, не забывайте про дыхание. Дышим. Три. Два. Выравниваем корпус. Опускаем мячик на пол. Освобождаем правую ножку. Носочек на мячик. Правые ножки на поверхность мяча положили. Опорная левая нога. Мы ее сгибаем на выдохе. Наклоняемся вперед. И правой прямой ногой отводим мячик назад. Хорошо. И вернитесь в исходное положение. Подкатив мяч правой ногой. Еще раз. Вдох. Выдох. Опускаем ручки на пол. Слегка откатываем мяч до положения прямого угла в левой ноге. Пятка под коленом. Правую руку на ладошку опустите. И поднимая левую руку вверх, попробуйте вытянуться за ней. Почувствуйте, как ваше бедро в этот момент опускается. Держим. Держим. Три. Немножко еще два. Ладошечка на пол. Оставляем либо такой вариант, либо, если нам позволяет растяжка, мы выпрямляем левую ногу, откатываем мячик чуть дальше. И здесь от копчика в макушке опять же потянитесь вверх. Держим. Три. Особенность методики заключается в том, что упражнения йога-латус подходят практически для всех возрастов, так как в этой системе нет изнурительных силовых тренировок. Для занятий не нужны сложные спортивные снаряды, поэтому этими упражнениями можно заниматься в спортзале, дома и даже на природе. Подкатите мячик к себе, придержите его левой рукой, правую ножку поставьте на пол и сядьте на мячик. Отлично. И повторим то же самое на другую ножку. Для следующего упражнения мы ляжем с вами на спинку, поработаем на мышцы пресса. Поднимаем плечи, корпус, ладошки контролирует, отпускаем руку и противоположную ногу на выдохе, втягиваем мышцы пресса и возвращаемся на вдохе, меняя руку и ногу. Хорошо. Отдыхаем. Коленочки к себе. Лишний вес – это проблема, которая актуальна для любого времени года. Но помимо этого женской красоте угрожают и некоторые сезонные явления. С наступлением солнечных дней у некоторых дам на коже появляются даже не веснушки, а пигментные пятна. Проблема нарушений пигментации, она действительно бывает. Она бывает как и гиперпигментация, то есть увеличение количества пигмента на коже или внутри кожи, либо это гипопигментация, что довольно-таки часто встречается, и это состояние называется витилиго, когда уже участками нету пигмента вообще. Обращаясь к этой проблемой, конечно, в первую очередь нужно выявить причину гиперпигментации, чтобы подобрать адекватные мероприятия, либо методы лечения этой гиперпигментации. Надо знать, что нет универсального средства, нет универсального ластика, который мог бы стереть с кожи пигментные пятна. Есть более агрессивные методы с рядом побочных эффектов, и есть методы менее агрессивные, мягкие, но они будут уменьшать эту проблему очень медленно, но более мягко, но и без побочных эффектов. Поэтому разделяют процедуры, которые могут отшелушить прокрашенные клетки кожи, это чаще всего пилинги и параллельно процедуры с использованием отбеливающих средств. Можно ли как-то справиться с проблемой в домашних условиях, и насколько это безопасно? Можно проблему решать и дома, если пигментация появилась недавно, она не такая стойкая, и это не связано с нарушением гормонального фона, то можно использовать препараты аптечные. Отбеливающие, они могут быть как с агрессивными веществами, но с этим нужно быть действительно аккуратно, и если нет эффекта на протяжении нескольких месяцев, то лучше обратиться и выявить причину гиперпигментации. Либо это могут быть и мягкие растительные отбеливающие препараты, которые уже менее опасны использовать, и можно использовать длительно. Такой была седьмая неделя проекта. Я прощаюсь с вами ровно на 7 дней. Пока! После рабочего дня сил для спортзала обычно не остается. А так хочется скинуть пару ненавистных килограммчиков и выглядеть молодой и красивой. Вы уже догадались? Конечно! Тонус-студия. Принципиально новый подход к тренировкам своего тела. Избавьтесь от целлюлита, похудейте и укрепите здоровье без изнурительных нагрузок и напряжения. Только приятные ощущения и скорый эффект на чудо-тренажерах в Тонус-студии. Звоните 371-925. Новый магазин улицы Лондона на Якимовской. Одежда секонд-хенд из Европы. Платье летнее от 250 рублей. Футболка мужская от 250 рублей. Шорты детские от 120 рублей. Одежда для всей семьи с летним настроением в магазинах улицы Лондона. Чебоксары, улица Якимовская, 2А. Не проспи. Открытие 13 мая в 8 утра. Редактор субтитров А.Семкин